Екатерина Смалева 7 лет работает логопедом в 130 детском саду в районе Дашково-Песочня. Больше всего в детях ей нравится их непосредственность и искренность. Они всегда делают комплименты Екатерине по поводу ее внешнего вида и того, как она разговаривает. А говорить приходится о многом – о ежиках, белочках, зайчиках, живущих в лесу. Будете мне помогать? С барабаном ходит ежик. Целый день играет ежик. Зайца здорово спугнули. Глаз до зорьки не сомкнули. С помощью картинок и песен дети учатся произносить слова по слогам, изучают ритм. А чудо-перчатки Екатерина применяет для биоэнергопластики. Это методика соединения артикуляционного аппарата и кистей рук, например, при произношении букв. Она помогает дольше удерживать внимание детей, развивает мелкую моторику и активизирует естественное распределение биоэнергии в организме, активизируя интеллектуальную деятельность. За прошедший год Екатерина обучилась еще одной методике. Возможность для этого появилась после того, как она решилась на участие в городском конкурсе воспитателей. Сразу после муниципального этапа мне была подарена, можно сказать, денежная сумма. Я не стала тратить ее на какие-то покупки. Я решила вложить это в саморазвитие. И на базе Рязанского государственного университета прошла курс технологии логопедического массажа. То есть это еще больше помогает детям с нарушениями речи. Это массаж лица, языка, щек, шейно-воротниковой зоны. При гипотонусе мышц они активизируются, а при гипертонусе расслабляются. После городского конкурса, который прошел в феврале, Екатерина одержала в апреле победу на областном. И уже в ноябре, представив свою программу «Работа с детьми», она получила первое место на всероссийском конкурсе. Действительно, то, что произошло в этом году, это событие, оно настолько значимо как для нашего детского сада, так и для Рязани, Рязанской области. Потому что действительно быть победителем, лучшим воспитателем на таком значимом всероссийском конкурсе, это очень почетно. И поэтому сейчас мы стараемся делиться опытом, который мы уже имеем, и с коллегами, как внутри нашего детского сада, так и с нашими коллегами города Рязани. Поэтому вот сейчас хотелось бы вот эту планку, которую мы достигли, как бы ее удержать. И сейчас в этом детском саду есть педагоги и воспитатели, которые в будущем могут принимать участие в подобных конкурсах. Что касается Екатерины, она сказала, что число детей с речевыми нарушениями неуклонно растет, поэтому педагогам приходится продвигаться в развитии. И мало того, что число детей с речевыми нарушениями, если быть точнее, неуклонно растет, мало того, что это дети с низкой работоспособностью, повышенной утомляемостью и, как правило, часто болеющие. И вот преодоление этих трудностей возможно через создание здоровьесберегающей среды и правильного выбора форм, методов и приемов логопедической коррекции. И очень важно, чтобы это еще и было интересно детям. Поэтому приходится спрашивать советов, смотреть на другие, как работают, постоянно совершенствоваться. Так что с хорошим педагогом можно справиться с любыми дефектами речи. Все условия у преподавателей для этого есть. А родным нужно почаще говорить со своими детьми и побольше задавать им вопросов, чтобы к трем годам дети уже хорошо разговаривали. Вот совет лучшего воспитателя страны для наших родителей.